Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов и на моем канале Комменбай. Перед вами кондиционно-газовый котел. Заказчик ко мне обратился уже тогда, когда дымокод был собран. Каким образом его собрали? У него просто выход 80 на 125, это кондиционно-газовый котел и трубу собрали вверх. Заказчик был против того, чтобы труба выходила на улицу и ему монтажники, которые здесь на этом объекте работали, вывели ее просто вверх. Я когда приехал, посмотрел, в связи с изменением в Республике Беларусь со строительными нормами, здесь система собрана неправильно. Об этом сейчас я своих строителей, монтажников, которые со мной работают, дискуссии до сих пор ведутся, это нормально, потому что когда, ну представьте, эти газовые кондиционные котлы появились там лет 10-15 назад, я уже точно не скажу, потому что я на этом рынке 10 лет назад, они уже тогда были. И когда все время конденсатор вправляли в котел, было все отлично, а теперь все надо поменять и сделать по-другому. То есть смотрите, подняли участок трубы, потом сделали угол 45, еще какой-то именно участок трубы и угол 45. То есть если мы возьмем современные строительные нормы, я еще раз говорю, это Республики Беларусь касается, то там должен стоять тройник, именно тройник для прочистки и для ревизии. И это обосновано. Обосновано почему? Даже если вы возьмете брендовых производителей, если высота вертикального участка больше 6 метров, они не рекомендуют, чтобы конденсат затекал вовнутрь котла. Почему сделали такой вывод? Потому что скорее всего были рекламации, скорее всего теплообменник выходит из строя, он ржавеет, потому что это уже не тот конденсат, который необходим для работы котла. На одном объекте я очень серьезно с этой проблемой столкнулся. С одной стороны производители говорят, нет, надо делать именно отвод конденсата в котел, а вторые говорят о том, что нет, ни в коем случае нельзя. И я расставил все точки на ДИИ, у меня есть официальное письмо со стройтехнорма, подписывайтесь на мой канал, я вам обязательно его покажу. На коксиальных трубах есть два выхода, есть 60 на 100, есть 80 на 125. Если мы говорим про боковое окончание, там, я думаю, все понятно, разные варианты есть, много особенностей, много нюансов, но их все видели, они все знают. С верхним окончанием все гораздо тяжелее. И снова же, если вы решили делать коксиальную трубу вверх, то читайте рекомендации по инструкции установки дымохода, потому что у них есть ограничения, что по горизонтальному участку, что по вертикальному участку. Обязательно читайте инструкцию, это очень важно. И сейчас я вам на этом объекте покажу элемент один, который называется верхнее окончание. У каждого производителя оно разное. И именно вот этот элемент заслуживает внимания, потому что я его... Не буду забегать вперед, пойдемте смотреть. Смотрите, вот что себя представляет верхнее окончание. Я когда его увидел, ну, конечно, оно мне не понравилось. И, конечно, я его буду адаптировать, я буду его переделывать. Объясню почему. Заказчик, который мне привез вот этот элемент, ну, у него есть какие-то выходы на основного поставщика, компания DD3, и оно меня, если честно, поразило. Вот это верхнее окончание, я сделал для себя вывод, вот если в теплых странах, да, там, где нет снега, там, где нет больших перепадов температуры, там, где температура в плюсе находится, там, плюс 10, плюс 20, ну, давайте, там, плюс 30, неважно, какой там плюс, это будет работать. В наших условиях это работать не будет, и даже объект сдать, заказчик, скорее всего, его не сдаст. А теперь обосновываю почему. Во-первых, вот здесь, вот это вот расстояние, вот это вот стоит заглушка, да, здесь буквально 2 см. Вот про эту вот часть я говорю, видите? Теперь ее снимаем, здесь стоит еще дополнительная сеточка, то есть отсюда выходят газы, напрямую. Если мы вот этот вот сегмент оставим, что произойдет? Произойдет следующее. Газы, которые будут подниматься вверх, они будут отбиваться отсюда, и здесь будут образовываться стеллоктиды, в результате чего здесь просто вот это вот все заморозится, и отключится котел, и он работать не будет. Ну, поверьте мне, я не хочу подъезжать зимой и переделывать какие-то объекты, особенно когда крыша неудобна. А здесь крыша неудобна. Здесь выходим мы на кукушки, и тоже покажу, как в конце уже, как будем ее дорабатывать, если, конечно, позволит погода, если светло будет, я покажу. Сейчас я вам на пальцах расскажу, потом надеюсь, что покажу. И что здесь еще мне не понравилось, вот помимо того, что вот эта вот система, помимо того, что сеточка внутри, вот этот кожух, он съемный. То есть вот что у нас получается уже, когда мы его разберем. Вот отсюда поступает воздух, вот через это вот пространство поступает воздух, отсюда выходит газ. То есть воздух и газ нигде не смешиваются. Это очень большое преимущество. Вот этот участок, он маленький. Маленький, потому что мы, даже если мы вышли бы возле конька, мы все равно на полметра не поднялись, потому что вот этот вот сегмент остается в кровле. Итого у нас остается здесь в районе 35-40 сантиметров. Конечно, мой совет, я не знаю, навряд ли это мое видео смотрит кто-то в компании Ди Дитрих, но если смотрит, то поставщики привозите, если они есть, длиннее вот эти вот сегменты, ну в районе мета. Вот если вот эта вот часть была бы до конца самого, это было бы классно. Я посмотрю спецификации, я посмотрю в каталогах, попробую найти, потому что у Ди Дитриха очень хорошие инструкции по установке дымоходов, очень хорошие, очень грамотные. И благодаря ним вы где-то можете посмотреть, как можно устанавливать тот или иной дымоход и горизонтальные, вертикальные участки. Я говорю, если вы монтажник, то зайдите и посмотрите именно их инструкцию. Поэтому что я сделаю? Я обязательно вот эту вот вещь уберу, я ее выкину, я обрежу вот эту вот сетку, и из-за того, что мы выходим на кукушки, сейчас я вам покажу, что я буду сделать дальше. Вот сейчас у вас полуметровая труба, и вот это вот кольцо уплотнения, юбка. Я не знаю, полметра, либо метровую поставим, но задача будет следующая. Так как мы выходим в очень удобном месте, мы вставим вот эту вот трубу вовнутрь, а эта труба заполимерена сразу в цвет 70-24, это условие заказчика, и мы подведем вот так. То есть мы грубо удлиним ее. Вот так вот получится. Видите как? Встык аккуратненько, 180-ка диаметр попадает именно встык с вот этой вот трубой пластмассовой, вот с этой полкой, от бортовочки такой. Но это не все. И вот это вот окончание само, вот этот вот сегмент, мы поставим еще на такое кольцо уплотнения. Все это пойдет, конечно, в гельмете, и у нас получится где-то вот такая вот конструкция. То есть воздух пойдет сюда, ничего от этого не меняется, но при этом мы сможем увеличить расстояние, приподняться над коньком, потому что 30-40 сантиметров, не важно, где вы находитесь, даже если возле конька находились, еще может быть оставил, в зависимости от того, какая конструкция крыши, но не на этой. Поэтому мы будем поднимать ее. К сожалению, это так, но по мне вот этот вот элемент не адаптирован для наших климатических условий и с ним будут много проблем. Не рискуйте, не ставьте, потому что, ну поверьте, когда в минус 20, минус 30 и заладится на кровлю, это не очень хорошо и не очень удобно. И для того, чтобы вы понимали, где мы будем вставить данный элемент, это будет вот на этой кукушке, где стоит лестница. Это очень неудобное место и с точки зрения монтажа, с точки зрения установки, потому что есть перепад у нас еще, кукушка, она ниже основного конька. И поэтому здесь в родном варианте, именно на этом объекте, ни в коем случае нельзя было устанавливать окончание верхнее, именно в заводском родном варианте. Конечно, если бы это возможно было бы плоской кровли, нет, на плоской кровли тоже нельзя. Почему нельзя? Знаете, от плоской кровли по нормам строительной республики Беларусь на 2 метра дымоход должен выходить вверх. Маленькая информация для вас. И сейчас перед вами на кукушке установлены именно верхние окончания и установлен кровельный аэратор. Вот так это выглядит со стороны улицы. То есть вы должны понимать, что в начальном исполнении, в заводском исполнении вот это кровельное окончание, оно никуда не годится, и оно вышло бы вообще там 30-40 см, буквально выше кровли. Это очень мало, поэтому мы и утепляли весь этот участок, наращивали вверх. И сейчас я сделаю выводы именно по тому, как коксиальный дымоход именно в этом исполнении дальше может развиваться. Первый вариант. Это в первую очередь касается монтажника, потому что сейчас у меня, так я работаю с монтажными организациями, монтажники дают телефон, заказчик приходит ко мне, я ему объясняю, как надо устанавливать дымоход, он говорит, окей, звонит монтажнику, монтажник говорит, а я устанавливал только по конденсату, то есть здесь ревизии нет. Объясню, с чем можете столкнуться вы, именно если вы работаете в Республике Беларусь. То есть придет инспектор и попросит у вас, обеспечьте, пожалуйста, доступ к основному дымоходу. Что вы будете делать? Ревизионные элементы на углах, они не катят, потому что в системах дымоудаления есть такое понятие, основной дымоход и подсоединение дымохода. Вот основной дымоход, он должен быть просматриваемым. Инспектор должен открыть заглушку, не важно, как она, через сборник открывается, либо через боковую часть и должен поставить деркало и увидеть небо. Вот если он это сделал, вы сдадите дымоход. Если этого нет, вы дымоход не сдадите. Вернее, вы можете сдать, и в Беларуси сейчас как бы двойные стандарты. Стандарт, вернее, один, но одни работают согласно букве закона, а вторые закрывают глаза. И на моей практике я уже один такой дымоход делал. Человек, который со мной работает, он тоже переделывал дымоход. Поэтому, если вы хотите переделывать дымоход, делайте. Но мой канал именно предназначен для того, чтобы вы не совершали ошибки. Поэтому не делайте ошибки, собирайте через ревизию, через стройники и спите спокойно. Поверьте, переделывать работу, не дай бог, особенно, когда здесь уже все сделается, когда уже заведутся потолки и что-то делать, что-то штробиться, где-то просверлиться, это я никому не советую и никому не желаю. Поэтому на всех котлах должны стоять ревизионные карманы в виде тройников, а не в виде элемента там угла 90-го либо 45-го с открывающейся заглушкой. Нет, такие варианты не проходят, по крайней мере, у нас. А теперь представьте, если вы монтажник, вам звонит заказчик и говорит, а у меня дымоход не приняли. Вы говорите, почему? Нету доступа к дымоходу. И здесь он будет прав. И вы будете ехать, тратить свое время, скорее всего, это один день, а может быть два, для того, чтобы нести изменения. А что надо было вначале? Всего лишь поставить тройник с ревизией. Все, с вами был Дмитрий Михайлов. Монтируйте дымоходы правильно. Всем хорошего настроения. До новых встреч. Пока. И не забываем подписываться на мой канал в Инстаграме. Продолжение следует...